Продолжаем. В областном центре подвели итоги проекта «Звезда милосердия», созданного Белгородским союзом журналистов при поддержке Фонда президентских грантов. Организаторы презентовали медиакейс, фотографии, интервью и подкасты с людьми, которые помогают нашим бойцам, а также пострадавшим от вражеских атак. Марина Хазанович, как сама она себя называет, волонтер на пенсии. Женщина не могла оставаться равнодушной к общей беде. Вспоминает 15 февраля во время террористического обстрела со стороны ВСУ, когда погибли 7 мирных жителей, было и много раненых, в том числе на улице 60 лет октября. Волею судьб Марина была в числе тех, кто оказывал первую помощь. Как только обстрел закончился, я выглянула в окно и услышала крики, увидела лежащих людей на стадионе и побежала сразу с сыном. Первое, что я увидела, это ребеночек маленький, который был уже на руках у своей мамы. Мама с ним не была, была бабушка, а видно гуляла. А мама прибежала попозже. Когда подбежала к этой бабушке, она хоть и бабушка, но помоложе меня, у нее было сильное ранение ноги, руки, перетянула ей руку, чтобы ногу, чтобы не шло кровотечение. Подъехали ребята, на своей машине переложила их, вот ее туда в машину уехали. И потом подбежала, там лежали дети. Двое деток было, 8 лет, и вот им помогало, потому что были очень тяжелые ранения. Вызвали скорую. Пока скорая ехала, я уже эту девочку на руках через весь стадион донесла к дороге. Я хотела, уже думала, что пока скорой нет, хотя бы с кем-то отвезу, потому что ей нужно было срочно отвозить. Теперь дважды в неделю ходит в госпиталь и вместе с сестрами милосердия ухаживает за тяжелораненными бойцами. Ставит уколы, перевязывает, а главное – разговаривает. Общаешься с ними, и вот они оживают, просто на глазах оживают. Приходишь, он отвернулся к стенке, ничего не хочет, не разговаривает с ребятами, кушать не желает ничего. А вот помоешь, постепенно разговариваешь, спрашиваешь о семье, о родителях, о женах, у кого жены есть, о детях. Рассказывают интересные истории, я что-то расскажу. И они начинают улыбаться, жить, он говорит, я кушать хочу, принесите, пожалуйста, покушать. И начинаешь их кормить. И такая вот радость бывает. Приходишь домой физически опустошенный, но морально вот с ними, остаешься с ними. Марина и еще около 50 человек, которые ежедневно приходят на помощь другим, стали главными героями проекта. Его создали, чтобы запечатлеть маленькие подвиги, которые эти люди совершают ежедневно, а также показать истинная красота человека внутри. Материалы о звездах милосердия передали в Белгородский архив новейшей истории. Они не считают, что они делают что-то такое волшебное. И мы постарались их достать, с их скромностью вытянуть на свет, чтобы придет время, у них подрастут внуки, правнуки, и они достанут информацию из архива, и они увидят, кто были их бабушки, дедушки, родители, папы, мамы, какой подвиг они совершали. Мы хотели показать, что каждый человек может чуть-чуть, но вложить свою душу, так скажем, капельку своего времени для того, чтобы приблизить нашу победу. Кроме того, организаторы хотят собрать информацию о наших героях в Большую книгу и сделать фотовыставку ко Дню медика. Также в рамках проекта журнал «Большая переменка» устроил конкурс для детей, школьников и студентов СПО, главные помощники врачей. 20 победителей получили памятные подарки.